Рады представить гостю нашей студии, выкладача высшего профессионального училища суднобудования. Светлана Послушенко, доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, что будем радыти сегодня человекам, мне в том числе? Да, мне хотелось, так как накануне праздник, хочется, чтобы мужчина порадовал чем-то свою женщину. Это может быть не обязательно жена, это может быть мама, это может быть сестра, это может быть бабушка. То есть, хотела бы сегодня приготовить два простых очень салатика, которые не требуют очень много времени. То есть, буквально, что приготовить два салата вам понадобится около 20 минут. Ну и самое главное, чтобы ингредиенты были заранее. Да, ближайший супермаркет, который находится возле дома, вы можете купить эти продукты. Они очень простые и самое главное, не нужно стоять возле плиты. То есть, мы можем все купить и сразу только главное сделать правильную нарезку. Вот так, наш вид короче, как-то скажет. Отже, начнем с чего? Я пропоную из этого хорошенько, адже дефицит в стране зараз на витчизняне. Квити все привезли из-за кордона, отже, будут витчизняне у нас такие тюльпаны. Что мы делаем? Да, первый салатик я бы хотела предложить в виде букетика тюльпанов. Здесь что? Самое главное найти форму тюльпана, чтобы сделать, это помидоры сливка. Вот. Нашли помидорочку, вот она, например, она у нас целенькая, да? Мы берем ножом с вами и разрезаем ее на крыск. То есть, по диагонали, да, на крыск. Разсоединили, потом взяли ложечку и просто удаляем мякоть. Ложечка, с помощью ложечки мы удаляем мякоть. То есть, у нас должна получиться с вами вот такая вот заботовочка. Самое главное не разорвать цветок. Да, аккуратненько, не спеша, вот выходит такая вот заготовочка. Песня чего, чем мы его напомним? Да, вы можете, опять же, что любит ваша вторая половинка, использовать любую начинку. Это можно взять плавленый сырок, можно взять твердый сырок, можно добавить крабовые палочки, можно добавить, вот сегодня я добавила сырок и отварное яйцо. То есть, очень быстро все измельчаете на терочку, добавляете чуть-чуть майонеза, так как помидора сама по себе сочная, она не нуждается, этот салат, чтобы добавить много жирного майонеза. Тем более, мы готовим для женщины, да, сегодня? Так, есть, а давайте еще по начинке сегодняшней, что и как приготовить, в каких пропорциях? Значит, для того, чтобы приготовить вот именно эту начинку, да, мы возьмем, ну, к примеру, один плавленый сырок и одно яйцо, один к одному. Вот, буквально я добавила чайную ложечку нежирного майонеза. Все, мы положили, видите, немножечко руками вот так придавливаем, придавим форму, да, все излишки, конечно же, убираем, и вот у нас действительно получается вот такой вот тюльпанчик. Вот, потом с помощью обычного лука, да, Декорируем уже большую тарелку, красивую. Да, оформляем, оформляем букет, чтобы у нас получилось, чем больше получается у нас цветов, тем, конечно, красочнее, красивее получается, но тоже оригинально. Я уверена, что, как бы, дополнение к подарку на 8 марта, и опять же, чтобы женщина порадовалась, ей будет очень приятно. Я думаю, сам факт того, что мужчина уже что-то сделал своими руками, уже порадует. Так, ну, а мы продолжаем, потому что у нас есть еще вот более сладкие блюда. Да, второй салатик, то же самое, хотелось бы приготовить быстро, опять же, в помощь мужчине, да. То есть, я, вот видите, заранее подготовила уже нарезанные ингредиенты, что можно использовать для этого салата. Салат, во-первых, называется салат фруктовый весенний, так как у нас, да, 8 марта. Я использовала, можете вы взять, я взяла апельсин, можно заменить на мандарин. Я взяла банан, киви обычный, видите, хлопья. Самое главное, что салат весенний, но приготовить можно в любой сезон, потому что эти фрукты всегда есть. Всегда есть в наличии, да. Самое главное, что салат-коктейль, он улаживается слоями и не перемешивается. Значит, давайте первое, что мы начнем, это возьмем, вот у меня уже сразу, кстати, всю фрукту вы можете нарезать так, как вам угодно. Можете нарезать мелким кубиком, можете нарезать соломкой, как вам угодно. Самое главное, надолго не оставлять тот же банан, чтобы он не был потом черным. Да, чтобы он не потемнел. Конечно, желательно это сделать вот-вот перед приходом, может быть, супруги домой, да. Либо проснуться на 5 минут раньше и успеть это все нарезать. Так, есть. Еще, я хотела бы предложить вот такой вот йогурт, но брать желательно йогурт не сладкий, именно без добавок, классический. Почему? Потому что будет более приторный такой вкус, и оно вы будете кушать, вы не будете чувствовать саму фрукту. А так, как бы йогурт он не мешает, он будет только дополнять. Я, если честно, уже схожу в слину, потому что ароматы неймоверные, солодкие, приемные, весняные. Да, и получается вот такая красивая цветовая гамма. По шарову мы будем заливать, я наскільки розумею, так? Да. И опять добавляем. До речи, беремо бейлый йогурт, чи, возможно, и больше густый? Больше, да. Да? Можно? Да. Так, еще мне вот очень нравится, я не знаю, как кому, но очень люблю вот эти хлопья, когда они идут в этом салатике, когда вот хрум такой вот приятный идет. Поэтому, кто не очень любит, вы можете использовать, добавить орешки. Вот еще одно доказательство того, что нужно готовить за несколько минут до подачи, потому что хлопья не очень долго будут хрустящими. Да, да, да. Так, есть оно, конечно же. И последнее, вот мы добавляем уже нарезанный наш апельсин. И получается такая красивая цветовая гамма, действительно весеннее настроение. Да? Так, наполняем полностью, как раз такой весенний-летний одуванчик. Да. Есть. Ну, и так как мужчинам я уже не буду усложнять, я могла бы красиво оформить, ну, так как мы помощь мужчинам, мы помощь. Поверьте, мы умеем многое. Да? Значит, я вот здесь вверх бы добавила немножечко вот так вот хлопья. Да? Угу. И я смотрю, у нас есть смородина. Да. Смородина с заморозки. Да. Она красиво сочетается с желтым цветом и будет дополнять. Отлично. Я также смотрю, что вот в этом варианте у нас есть еще и орехи. Да. Так что грецкие орехи, если есть дома, можете тоже использовать. А миндальные тоже без проблем. Самое главное, чтобы вы их любили. Вот так, за буквально сколько там, 5-7 минут мы все это сделали. Ну, конечно же, если не учитывать еще объяснение, то можно сделать еще и быстрее. Вам спасибо большое за советы, мужчины. Вы сегодня можете не только пойти за духами, но и, конечно же, уже приготовиться в плане ингредиентов к подарку своей любимой женщине. Все поради давали нам сьогодні на Шеренкова гостя, вкладач вищего профессионального училища суднобудования Светлана Пастушенко.